Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Республика» в студии Татьяна Молокова. Главные новости страны и Чувашии в материалах репортеров нашей программы. Смотрите сегодня. Количество заболевших ОРВИ детей увеличивается. Больницы перепрофилируют под инфекционные. Можно ли защитить несовершеннолетних? Наказание за долги. Почему в некоторых домах стало теплее только после вмешательства главы региона? И кто теперь заплатит по счетам? Поощрение рублем. За какие достижения можно получить премию от Минпросвещения? И можно ли потратить деньги на свое усмотрение? В 61 регионе страны превышен пороговый уровень заболеваемости ОРВИ. Об этом сегодня заявила Анна Попова, глава Роспотребнадзора России. В Чувашии за вспышки сезонных болезней стационар на Учбоксарске перепрофилировали в детское инфекционное отделение. На госпитализацию принимают детей почти со всей республики. С подробностями репортер республики Екатерина Никитко. Мы находимся на улице, потому что теперь вход в здание закрыт. Вчера стационар перепрофилировали в детское инфекционное отделение. Теперь детей из Новочебоксарска, Чебоксар, Марпасадского, Маргаушского, Батревского и других районов, болезнь которых протекает со сложнениями, направляют сюда. В этом отделении открыли 80 коек. Только за последние сутки поступили 15 детей. За прошедшую неделю сентября заболеваемость острыми респираторными инфекциями выросла в полтора раза. В сравнении с августом 2021 года. Всего зарегистрировано за этот период более 6000 случаев заболевания. Из них 2885 несовершеннолетних детей. Вспышку ОРВИ отмечают врачи сезонная. Больница в таком режиме работает не в первый раз, поэтому сейчас никаких сложностей не возникает. В республике на данный момент болеют 92 школьника. Вспышки отмечены в 8 школах и 9 классах. Поскольку на сегодняшний день дети от ковида не вакцинируются, всех детей, просто к родителям нужно обратиться, чтобы они вакцинировали детей против гриппа. Потому что эта прививка, она однозначно поможет и перенести ковид в случае чего в более легкой форме. Врачи отмечают, что прививка на 25% защитит детей и от других заболеваний дыхательных путей. Екатерина Никитко, Сергей Емельянов, Республика. Жители Ешкаралы в соцсетях жалуются на отсутствие в магазинах хлеба из Чувашии. Перебои с продажами наблюдаются уже несколько дней. Причем пользователи соцсетей высказывают разное мнение. От малых партий поставок до повышения цен. Реально полки пустые, как в годы войны. Вчера вечером ходила в два магазина, хлеба нет нигде. Зияющая пустота там, где должна быть выпечка, делятся жители Ешкаралы в соцсетях. В Министерстве сельского хозяйства Мариэл отметили, что нехватка возникла из-за перебоев с доставкой хлеба из Чувашии. Местные же хлебозаводы не успевают обеспечить продукции всю республику. Как выяснилось, основной поставщик хлеба в Марийскую столицу, завод Петровский, менеджер по брендированию в телефонном разговоре с корреспондентом нашей редакции, отметил, что уменьшение объемов, плановая модернизация производственной линии. Поставки должны возобновиться в течение недели. Правда, сказать это на камеру отказался. Сегодня же в Минэкономразвитии Республики Мариэл по хлебной теме прошло рабочее совещание. В результате принято решение разработать алгоритм действий по возникшей проблеме с отсутствием поставок из Чувашии. Что касается самой Чувашии, то жители также отвечают о отсутствии хлеба на полках магазинов. Особенно в вечернее время. Проблема та же, перебой с поставками завода Петровский. К другим новостям. Сегодня глава Чувашии Олег Николаев встретился с избранными депутатами Госдумы России. На встрече обсуждались перспективы совместной работы в формате расширенного правительства. Олег Николаев подчеркнул, что главная цель работы в таком формате – реализация задач, поставленных президентом. Разработка проектов, которые изменят жизнь к лучшему. Цифровизация, реализация стратегии развития региона, обеспечение питьевой водой, подключение газа, создание условий для развития бизнеса. Эти направления, которые требуют дальнейшего развития в Чувашии. Каждый работой на своем месте, обладая тем информационным потенциалом, вы на федеральном уровне правительства, на уровне исполнительной власти депутаты, госсовета, на уровне потребностей населения, сможем как раз попадать в нужное русло и соответствующим образом двигаться очень эффективно и использовать максимально с пользой каждый бюджетный рубль. Избранные депутаты Анатолий Аксаков, Алена Аршинова и Алла Салаева поддержали формат расширенного правительства и выразили готовность включаться в процессы каждого министерства в соответствии с дорожной картой, которая будет выработана. Из-за неоплаченных счетов за газ часть населения Чувашии осталась без тепла в осенние дни. Олег Николаев на еженедельной планерке поручил главам администрации районов во время неподключивших отопления в кратчайшие сроки решить эту проблему. Изменилась ли ситуация после поручения главы, выяснял репортер Надежда Макашина. В Мариинском посаде действуют три котельные. Самая большая модернизированная отапливает основную часть города. Но неоплаченные счета жителями и организациями за август, превышающие 13 миллионов рублей, не давали возможности ей начать работать. 20 сентября, понедельник, утром включили эту котельную, она заработала у нас. На сегодняшний день идет, в принципе, все нормально, никаких претензий со стороны жильцов нет. Во всех домах у нас есть отопительность, отопление, все включилось. Результат работы котельной на градуснике в кабинете Моропосадской гимназии номер один – 26 градусов. Горячие очень. Потрогайте сами. Температура самой батареи достигает все 60. Дети-учителя сидят в помещении в легкой одежде, чтобы хотя бы так спастись от духоты. Вот зачем на съемке ей наделать оплое платье? В помещении тепло, даже жарко. Батареи жутко горячие. Чтобы в коридоре было хотя бы немного свежее, администрация школы открывает окна. В Урнарском районе еще вчера утром ситуация была прямо противоположная. Жители замерзали от холода. Однако причина та же – задолженность за газ. После поручения главы региона вопрос был решен уже к вечеру. На сегодняшний день задолженность по сельским котельным погашена. Ведется сформированная определенная резерва для погашения задолженности по предъявленным исполнительным листам в Урнарскому городскому поселению. И 20-го числа, как только поступил газ в течение буквально 3-4 часов, все котельные, 8 котельных поселка Урнар были запущены. Все дома и муниципальные организации Чувашской республики в этом сезоне отапливаться будут. Остается лишь разобраться с накопившимися толгами. Надежда Макашина, Елизавета Цветкова, Павел Ракитин, Павел Лисицын, Республика, Марпосадский и Вурнарские районы. Аграриям Чувашии выделят 279 миллионов рублей. Решение об этом приняли сегодня на заседании Кабинета министров. 25 миллионов направят на возмещение затрат на закупку зерна, еще 25 на приобретение сельхозтехники и оборудования. Также выделят средства на удобрение почвы в устройство временного приюта для бездомных животных, возмещение ущерба при ликвидации очага африканской чумы на повышение производительности труда. В ближайшее время еще до нескольких домов Маргаушского района будет доведен газ, а всего 400 домов в этом году получат голубое топливо. Программа дегазификации, о которой говорил еще весной президент Путин, набирает обороты. Напомним, первый дом по этой программе был газифицирован в начале сентября в Шумерле. Репортеры республики рассказывали о семье Касаткиных, которая ждала голубое топливо несколько лет. О том, сколько семей в ближайшее время будут готовить обед на газовой плите, сегодня говорили на заседании регионального штаба по газификации. Прошла неделя, в этом микрорайоне закипела жизнь. Люди увидели, что программа дегазификации действительно работает. Муниципалитеты начали поступать заявки на подключение газа. Сейчас в Чувашии порядка 3700 семей подали заявки. За это 3750 мы посмотрели, 2400-2500 попадают под программу дегазификации по той причине, что у них права как на земельный участок, так и на домовладение оформлены в установленном законном порядке. Вот эта вот разница между порядка тысяч домов. Они имеют право, у них есть год оформить в собственность свои домовладения, земельные участки, на которых они расположены, и тоже могут смело подавать заявку и будет дегазифицировано. Газовики планируют провести газ до 400 домов в этом году. До октября составит план графика для 22-го. Предварительно на следующий год подано заявок на 2667 усадеб. Но эта цифра может измениться. Люди готовы подключиться к программе. Кто-то не подал, кто-то сомневается, может подать заявку. Я здесь хочу, вот под этим случаем, то, что под руководством Олега Алексеевича, вот это наш региональный штаб, оперативно реагирует на все заявки, на все просьбы наших жителей. У нас планы здесь, не дожидаясь всех документов, которые необходимы для того, чтобы реализовывать активно эту программу, решать те больные вопросы, которые уже людей мучают долгое время. Чтобы сократить бюрократические проволочки, на заседании регионального штаба решили переложить часть вопросов на глав сельских поселений. Главы будут собирать заявки и централизованно отвозить газовый участок для того, чтобы уже газовики имели представление, какой объем работы им необходимо выполнить до газификации в Аликовском районе. По подсчету Минтруда из тех, кто подал заявки, 217 – льготники. Глава республики поручил продумать возможность предоставить им субсидию. Татьяна Молокова, Георгий Кривошейн, Республика. Почти 408 тысяч рублей выделят в Чуваши на благоустройство территории. Средства получат победители конкурса на лучшее озеленение. Следующий этап – на выделенные средства из бюджета республики выполнить то, что запланировано. Основная задача конкурса – привлечь жителей региона к обустройству территории, воспитать ответственное отношение к общему имуществу. Работы оценивались по пяти направлениям – озеленение и благоустройство территории учреждения социальной сферы, улиц частного сектора, придомовой территории многоквартирных домов, приусадебных земельных участках частных домов, оформление цветников и уголков отдыха. Заявок было большое количество. К данному конкурсу его ждут и население на территории, особенно активные – это сельские районы. Даже было предложение об увеличении величины грантов для популяризации данного конкурса. Всего в 2021 году заявки на участие в конкурсе подали 11 муниципальных образований, которые представили 37 комплектов конкурсных материалов. Самое активное участие в смотре конкурса приняли жители Чебоксар. Девять учителей Чувашии получили премию Минпросвещения за достижения в педагогической деятельности. Один из них – Артем Максимов, преподаватель истории и общества знаний в Новочебоксарском кадетском лицее имени Героя Советского Союза Михаила Кузнецова. Кому полагается поддержка от государства и что для этого нужно сделать, разбиралась моя коллега Татьяна Трофимова. В один июньский день французская армия, почти 600 тысяч солдат, пересекла реку Неман и в Тоглас на территорию России. В 9-м В-классе сейчас по расписанию идет урок истории. Тема – Отечественная война 1812 года. Артем Владимирович рассказывает своим ученикам о причинах войны и о главных действующих лицах. Из наглядного материала по старинке – карта военных действий. Из нового – презентация с компьютера. Которую, кстати, удобнее было бы показать через проектор, которого вы в классе пока нет. Но Артем Владимирович не ищет легких путей. Вот уже 8 лет наряду с новыми он использует давно забытые старые, но действенные методы. Молодой учитель рассказывает ученикам об исторических событиях и великих делах. Первые три года было очень сложно. Даже в первый год, я думаю, может быть, уволиться. Остаться в строю помогли старшие коллеги, которые делились опытом и тонкостями профессии. Сейчас Артем с радостью делится секретами эффективной работы с детьми. В его копилке – победители Олимпиад, хорошие показатели воспитанников на госэкзаменах. Ученики, которые пошли по его стопам и выбрали профессию, связанную с историей и обществознанием. Я, как все еще представитель молодежи, знаю, например, определенные их интересы, вкусы, взгляды. И, скажем так, не при них будет связано. Я слегка этим манипулирую. И такой в плюс в мою карьеру как учитель. Урок всегда у нас очень увлекательный, интересный. И мне никогда не посещала даже малейшая мысль, как-то пропустить урок, прогулять его. У нас домашним заданием идет пресказы. Если прям хорошо так слушать его, то есть внимательно слушать, легко можно будет не готовиться к домашнему заданию, на следующем уроке рассказать. То есть весь материал он на своем уроке рассказывает. Получить премию от Минпросвещения учителю удалось только с третьей попытки. Наверное, действительно пришло время, шутит Артем. Пандемия на это тоже повлияла, потому что дети не дадут соврать. Я завел свой ютуб-канал, на котором записывал видеоуроки. Вроде бы детям нравилось такой формат. И у меня там уже порядка 25-30 видео. И зачастую вот эти видео смотрят не только мученики, я замечаю там по аналитике, что и люди из других городов, и даже какие-то учителя. Даже более того, кто-то там репостит из других регионов. Жена шутит про меня, звезда регионального масштаба. Но все равно приятно так или иначе. 200 тысяч – поддержка для учителей действительно существенная. Но признание важнее. Я их уже потратил на ипотеку. Всем же приятно деньги получать. Но мне больше, скажем так, не то, что я деньги получил, а то, что вообще я вошел в этот список лучших. Естественно, это как-то вот стимулирует работать дальше, развиваться. Ведь когда человек работает и за работу он что-то получает, какие-то заслуги, это всегда как бы такой звоночек к тому, что нужно идти дальше. Все делаю правильно, надо идти вперед. Но, конечно, не все вершины я покорил. Не все вершины сложно, всех их сложно покорить. Но все равно как бы вперед и развиваемся. Энтузиазм, интерес, трудолюбие – такие педагоги не только источник знаний для детей, но и отличный пример того, как нужно относиться к своему делу жизни. Татьяна Трофимова, Георгий Кривошеин, Республика. Героев следующего сюжета не останавливает ни дождь, ни ветер, ни годы. Как в любви спорту все возрасты покорны. В Красночитайском районе прошли спортивные состязания среди людей серебряного возраста. С каждым годом желающих принять в них участие становится все больше. Наш репортер увидел, в каком виде спорта настоящий азарт. Ради Александрович – спортсмен со стажем. В 80-х не пропускал ни одного соревнования по легкой атлетике. А сейчас, в 71 год, любовь к спорту проснулась снова. Бег для него – лекарство от всех болезней. В больнице за всю жизнь был только раз – и то у стоматолога. Я всю жизнь спортом занимался. Тяжело. И до сих пор занимаюсь. Точнее говоря, больная сейчас моя. Маргарита Алексеева тоже всю жизнь занимается спортом. Во время пробежки открывается второе дыхание, рассказывает участница соревнований. Я с детства, как первый класс пошла, начала заниматься спортом. Мне до сих пор нравится спортом заниматься. Спорт – это дух, бодрость, активность, настроение. Участников этой спартакиады не останавливает ни плохая погода, ни преклонный возраст. Более 200 представителей серебряного возраста из 24 регионов Чувашии собрались в одном месте, чтобы получить заряд энергии и хорошо провести время. Здесь главная не победа, а участие считают пенсионеры. Но в испытаниях от бега до ведения мяча выкладывались по полной. Спартакиада проходила весь год. Сегодня заключительный этап и подведение итогов. Екатерина Никитко, Алексей Изотиков, Игорь Зверев, Республика, Красночитайский район. Это главные новости Чувашии. О ваших сообщайте по телефону редакции 8 926 21 5 21 21. Этот же номер во всех популярных мессенджерах. Я Татьяна Молокова прощаюсь с вами. Берегите себя и своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова